Щенки во многом похожи на детей. И если залог здоровья и гармоничного развития ребенка, это качественное полноценное питание, то и в случае с собаками все совершенно так же. На протяжении первых шести месяцев жизни щенок активно развивается и умственно, и физически. Это ответственное время формирования иммунитета и всего организма, период, когда закладывается фундамент для крепкого здоровья собаки на протяжении всей ее жизни. Развиваясь, щенок ежедневно расходует в два раза больше калорий, чем взрослая собака, неудивительно, что он остро нуждается в пище, обогащенной витаминами и полезными элементами. Щенок, не получающий необходимого питания, будет вялым, слабым и уязвимым для различных заболеваний. В то время как у малыша, которого правильно кормят, всегда прекрасное настроение, блестящее, здоровье шерстка, живой взгляд, он активен и полон энергии, ведь она так нужна ему для новых открытий. Формируя рацион питания щенка, необходимо учитывать еще одну особенность, с трех по шесть месяцев жизни у питомца выпадают молочные зубки, а на замену им приходят крепкие, здоровые зубы настоящего хищника. В этот период десны становятся очень чувствительными, к тому же, малыша могут беспокоить болевые ощущения, и вы, как ответственный хозяин, должны помочь питомцу пережить этот ответственный момент, скорректировав рацион в сторону более мягкой и щадящей пищи. Какой корм давать щенку, готовый или натуральный, решает сам хозяин. Конечно, готовые корма, это очень удобно, так как с ними не нужно раздумывать над сочетанием продуктов и полезных веществ, а также тратить время на готовку. Однако, выбирая готовый корм для щенка, предпочтение следует отдавать только проверенным производителям. Не экономьте на здоровье питомца, руководствуясь низкой ценой. Оптимальным решением будут корма премиум и супер премиум класса, так как в них содержатся все элементы, необходимые для правильного роста и развития вашего щенка, причем в оптимальном для растущего организма количестве. С качественными готовыми кормами вам не придется волноваться о том, хватает ли малышу витаминов и минералов, и дополнительно приобретать витамино-минеральные комплексы. Если же вы планируете самостоятельно готовить корм для щенка, самое главное учитывать, что рацион должен быть сбалансированным и обогащенным витаминами и минералами. Вам придется уделить отдельное внимание приготовлению пищи для собаки, еда со стола ни в коем случае не подойдет. При натуральном кормлении в рационе щенка обязательно должны присутствовать мясо, половина от всего рациона, крупы, 40% рациона и овощи, 10% рациона, молочные продукты. Мясо. Полезно легкое мясо, а вот жирное мясо, например, свинина, вносить в рацион категорически не рекомендуется. Кормите малыша говядиной и телятиной, периодически включая в рацион мясо кролика, индейки, курицы, рыбы, без костей и субпродукты. Перед кормлением ошпарьте мясо кипятком или сварите его, слегка. Крупы. Каши. Это не только полезно, но и очень сытно. Рис, овсянка и гречка – самые полезные крупы для собак. Варить каши можно на воде или на молоке, за 5 минут. До готовности добавьте в кашу мясо. Овощи следует добавлять уже к готовой каше, варить овощи не нужно, иначе они потеряют свои цены и свойства. Овощи. Для собак полезны такие овощи, как морковь, свекла, огурцы, кабачки и пеэр, а также зелень, петрушку, щавель, укроп. Можно кормить собаку вареными овощами, но они будут не так полезны, как сырые. Лучший вариант – добавлять небольшие кусочки сырых овощей в кашу с мясом, чтобы собака с удовольствием съела их. Молочные продукты. Щенкам рекомендуется давать молоко, кефир и нежирный творог. Единственное, не стоит совмещать молочные продукты с мясом за одно кормление. Кости. Не рекомендуется давать щенкам кости, их нужно заменить на специальную игрушку-жевалку из прочной резины, которую можно купить в зоомагазине. Важный момент – миска с водой должна находиться в свободном доступе для щенка. А вот еду следует давать только во время кормления. Если малыш не доел порцию, через 15 минут после кормления уберите из миски все остатки еды. Если же во время кормления щенок, напротив, все быстро съедает, а потом старательно вылизывает тарелку и собирает крошки, скорее всего, порцию нужно увеличить, но сделать это нужно со следующего кормления. Не забывайте, что правильное питание – это не только качественные, подходящие продукты, но и определенный режим приема пищи, и оптимальное количество еды. Кормите щенка каждый день в одно и то же время. Регулируйте ежедневное количество кормлений постепенно, в зависимости от возраста щенка. Как правило, щенков в возрасте до 2 месяцев кормят 6 раз в день, от 2 до 4 месяцев. 5 раз – от 4 до 6 месяцев. 4 раза – с 6 до 10 месяцев. 3 раза – после 10 месяцев собак переводят на 2-разовое питание. Что касается объема порций, количество пищи напрямую зависит от породы, возраста и уровня активности вашего питомца. Никогда не перекармливайте щенка, это навредит его здоровью. Лучше слегка недокормить собаку, чем перекормить. Если вы используете готовые корма, обязательно учитывайте размер породы вашего щенка. В кормах премиум и супер премиум класса обычно указано, для каких именно размеров пород подходит та или иная упаковка. Это деление вполне обосновано, так как у собак разных пород свои особенности в кормлении. И еще один важный момент. Разнообразие в рационе – это хорошо, но не стоит путать разнообразие рекомендуемых продуктов с сочетанием натуральной пищи и сухого корма. В постоянном режиме смешивать натуральную еду и сухой корм категорически не рекомендуется, иначе у вашего питомца будут постоянные расстройства. Выберите для себя предпочтительный способ кормления и ответственно придерживайтесь его, в случае сомнений советуйтесь с ветеринарным врачом или опытным заводчиком вашей породы. В нашей статье мы привели общие рекомендации по кормлению щенков, но не следует забывать, что каждая порода и каждая собака в отдельности – индивидуальны. Как и у людей, у каждого домашнего питомца есть свои предпочтения в еде и свои потребности. Наблюдайте за своим щенком, набирайтесь опыта у ветеринарных врачей и заводчиков, и пусть ваш питомец растет крепким, здоровым и красивым. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк.